Религиоведение школьники начнут изучать с пятого класса. Так, по крайней мере, решили разработчики концепции. Соответствующих учебных пособий у них пока нет. Но, по словам профессора Асана Урмушева, над этим работают три специально созданные группы. Самый главный принцип – не навреди. Учить мировоззрению мы должны с прицелом на то, что после курса дети научатся уважать и чужую точку зрения. Поэтому учебник должен содержать истории зарождения всех конфессий. При этом мы не должны забывать о том, что мы светская страна. Главная задача – не привлечь ребенка в одну из конфессий, а воспитать в нем толерантность и уважение к другим. Вопрос, по которому долго спорили разработчики концепции – кто должен преподавать основы религиозных культур. Общее решение – священнослужители вести уроки не будут, потому что многие родители насораженно относятся к тому, что религия теперь будет и в школах. Если давать общее понятие детям, что такое сама по себе религия, это приветствуется. Но если этот предмет будет преподавать, к примеру, истинно верующий, я против. Мы светская все-таки страна. А если человек желает верить, то он должен себе это носить в сердце. Открылось столько медресей курсов по изучению ислама. А чему там учат детей? Никто не проверяет. В итоге они выходят оттуда с бородами и в хиджабах. Это неправильно. Некоторые родители считают, что учащихся пятых классов рано преподавать основы религии, потому что даже 18-летние не знают, почему они ходят с бородой и в хиджабе. У меня религия – ислам, а в исламе это как бы приказ Аллаха, что надо носить плоту. Можно сказать, моя семья, они тоже религиозные, намаз читают все и мое окружение. В соседних государствах религиоведение преподают, но в качестве эксперимента. А учебники по основам конфессии доверили писать богословам, заранее оговорив – вы не лавцы душ, а творцы и никакого миссионерства. В Кыргызстане же результаты будут подводить будущую осенью, чтобы оценить, правильным ли путем пошли. И удалось ли взрослым соблюсти главный принцип эксперимента – не навредим. Назира Ахмедова, Алтынхан Бабаев, Общественный Первый канал.